Это орудие долгое время воевала на фронтах Великой Отечественной нелегально. Даже руководство страны не знало, что его производят и поставляют в войска. Легендарная дивизионная пушка ЗИС-3 в фильме «Оружие». В конце 1940 года Василий Грабин приступил к созданию орудия, которое до сих пор стоит на вооружении армии полутора десятков стран. Благодаря выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам пушка ЗИС-3 стала одной из лучших за всю историю артиллерии. Судьба этого творения знаменитого конструктора складывалась непросто. С 1939 года на вооружение Красной армии поступали дивизионные пушки F-22 УСВ, созданные самим же Грабиным. Маршал Советского Союза Григорий Кулик, который перед войной возглавлял Главное артиллерийское управление Красной армии, считал дальнейшее развитие артиллерийских систем калибра 45, 57 и 76 миллиметров нецелесообразным. Он был уверен в том, что кроме «Панцер-4» на вооружение вермахта приняты и другие танки с мощной противоснарядной броней. Это оказалось справедливо, но лишь год спустя. А пока всего за несколько месяцев до начала Великой Отечественной производство легкой артиллерийской техники было свернуто. Василий Грабин все-таки решил продолжать работу над новым орудием. Знал об этом лишь узкий круг его единомышленников. Во второй половине 1940 года прошла успешное полигонное испытание 57-миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2. Она была компактна, имела легкий и прочный лафет. В то же время для дивизионной пушки F-22 УСВ был разработан и освоен в производстве ствол с отличными характеристиками. Грабин предложил совместить одно с другим. 76-миллиметровый ствол снабдили дульным тормозом, чтобы уменьшить силу отдачи и разгрузить лафет. Считалось, что этого недостаточно и придется серьезно переделывать противооткатные устройства. Однако во время испытаний выяснилось, что пушка сохраняет устойчивость даже при самых неблагоприятных условиях стрельбы. Также на новом орудии был устранен серьезный недостаток предыдущей дивизионки. Размещение рукояток горизонтальной и вертикальной наводки по разные стороны ствола. Параллельно с проектированием пушки решались вопросы ее производства. Было предложено упростить технологии. Теперь многие детали изготавливались с помощью таких недорогих операций, как литье, штамповка и сварка. По сравнению с F-22 УСВ общая стоимость орудия снижалась в три раза. Это еще сыграет свою роль в дальнейшей судьбе ЗИС-3. Первые же месяцы войны выявили истинное положение дел с немецкой бронетехникой. В танковых войсках вермахта не было тяжелых машин с противоснарядной броней. Пришлось срочно восстанавливать производство 45-мм противотанковых и 76-мм дивизионных пушек. Понимая, что для восстановления боеспособности дивизионной артиллерии наиболее разумным является запуск в производство новой модели, Грабин попытался легализовать ЗИС-3. 22 июля 1941 года конструктор представил орудие руководителям главного артиллерийского управления и промышленности. Пушка произвела хорошее впечатление, но производить ее запретили. В то страшное лето было недомодернизацией. Пушки требовались как воздух, при этом новое орудие было отвергнуто, несмотря на все свои достоинства. Никто не мог поверить, что переход на новую конструкцию возможен без временного снижения объемов производства. Но даже это не остановило конструктора. Под свою ответственность Грабин сумел убедить директора артиллерийского завода, что необходимо приступать к производству дивизионок новой модели. Работа была организована таким образом, что детали ЗИС-3 изготавливались параллельно с деталями ОСВ. При этом никто, кроме узкого круга людей, не знал, что в производство пошла новая пушка. Единственная деталь, которая могла вызвать подозрение, дульный тормоз, выпускалась в опытном цехе. Сложилась парадоксальная ситуация. На фронте катастрофически не хватало орудий, а военные отказывались принимать их без санкций главного артиллерийского управления. И снова, под личную ответственность Грабина, начальник военной приемки дал команду отправлять пушки ЗИС-3 на фронт. Главный конструктор опирался при этом на мнение Сталина. Дать фронту как можно больше орудий, даже ценой снижения качества. Вот когда пригодились технологические упрощения и рационализация процесса производства. 5 января 1942 года ЗИС-3 все-таки удалось продемонстрировать верховному главнокомандующему. Ознакомившись с орудием, Сталин сказал, это шедевр в проектировании артиллерийских систем. В феврале 1942 года пушку приняли на вооружение Красной Армии. К этому времени во фронтовых частях уже имелось более тысячи таких орудий. Дивизионная пушка образца 1942 года. Калибр 76,2 мм. Длина ствола 51,6 калибра. Начальная скорость снаряда от 680 метров в секунду. Масса в боевом положении 1150 килограммов. Максимальная дальность стрельбы 13,3 километра. Скорострельность до 25 выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела 820 метров. Масса снаряда 6,3 килограмма. Благодаря высокой технологичности и простоте производства ЗИС-3 стала первым в мире орудием, поставленным на поток и конвейерную сборку. Но не это сделало Грабинскую дивизионку знаменитой. Секрет успехов 76-мм дивизионной пушки образца 1942 года состоял в оптимальном сочетании всех основных качеств артиллерийского орудия дивизионного звена. ЗИС-3 орудие достаточно мощное, достаточно подвижное и очень технологичное. При массированном применении высокие боевые качества отдельной пушки, помноженные на большую численность, позволяли создать стену огня. В первый период Великой Отечественной войны главной опасностью считались немецкие танки. По ним тогда стреляло все, что только могло стрелять. Противотанковые ружья и пушки, дивизионные пушки и гаубицы, корпусные гаубицы, катюши и зенитки всех калибров. В критическую зиму 1941-1942 годов две трети противотанкового резерва Верховного главнокомандования приходилось, как ни парадоксально, именно на зенитки. Прошел год, и зенитные орудия перестали применяться против танков. Фронты были быстро насыщены пушками ЗИС-3, которые стали главным средством противотанковой борьбы. Дивизионки получили, кроме обычных фугасов и шрапнели, специальные боеприпасы, подкалиберные и кумулятивные снаряды. Еще одним немаловажным достоинством ЗИС-3 стала возможность стрелять любыми пушечными боеприпасами калибра 76,2 мм, в том числе русскими и импортными гранатами до революционного производства. Самым серьезным испытанием для новых грабельских пушек стали первые недели Курской битвы. Войска вермахта долго и тщательно готовились к этому сражению. Гитлер несколько раз откладывал начало наступления, чтобы насытить панцерваффе новыми танками с противоснарядным бронированием, тиграми и пантерами. Готовились и советские артиллеристы. Пушками ЗИС-3 были укомплектованы истребительно-противотанковые полки, которые выдвигались на направление главных ударов. Только эти орудия могли бороться с немецкими кошками, поражая их в бортовую броню. В поисках самого уязвимого места советской обороны немцы неоднократно меняли направление своих массированных танковых ударов. Но советское командование каждый раз своевременно создавало на пути вражеских танков надежный артиллерийский заслон. Вот когда пригодилась высокая подвижность ЗИС-3. Батареи этих орудий перебрасывались туда, где создавалась угроза прорыва. Днем и ночью, под снарядами, бомбами и пулями, автомашины с прицепленными к ним пушками мчались на новые участки, разворачивались на позициях и встречали врага неожиданным огнем. Нередко артиллерийские полки вступали в бой с танками прямо с марша. Хорошо обученный расчет мог привести пуск ЗИС-3 из походного состояния в боевое за полминуты. Относительно небольшая масса орудия позволяла перекатывать его на поле боя только силами расчета и сопровождать поддерживаемую пехоту огнем и колесами. Благодаря такой мобильности, благодаря широкому маневру артиллерии, советские войска сорвали операцию «Цитадель». За первую неделю оборонительных боев на Курской дуге дивизионные пушки ЗИС-3 выпустили полмиллиона снарядов. Больше, чем орудия всех других калибров вместе взятые. ЗИС-3 стала самым массовым орудием Второй мировой. 48 тысяч этих пушек воевало на всех участках Советско-германского фронта. Эти дивизионки прошли боевой путь от Сталинграда до Берлина, закончив его в Манчжурии. В послевоенный период пушки ЗИС-3 состояли на вооружении Советской армии и армии многих стран мира. Их изображения и сегодня мелькают в кадрах видеорепортажей из горячих точек планеты. ЗИС-3 применяется в локальных конфликтах до сих пор, как в ходе локальных конфликтов на территории СНГ, так и в конфликтах в Африке, в Азии. Их очень много. В том же Афганистане талибы стреляют из пушек. ЗИС-3 по американцам сейчас. 76-мм дивизионная пушка «Грабина» образца 1942 года по праву оценивалась специалистами, в том числе немецкими, как одна из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии. Советским артиллеристам ЗИС-3 нравилась за нетребовательность к трудоемкому техническому обслуживанию, легкость в обращении, хорошую точность огня. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова